В Белгородской области российский танк протаранил автомобиль, убив водителя и попытался скрыться с места ДТП. Смертельное ДТП с участием танка произошло в ночь с 31 мая на 1 июня 2024 года на автодороге. По словам свидетельницы происшествия, танк выехал с поля на дорогу и протаранил машину, в которой ехал её муж, после чего попытался скрыться. Женщина утверждает, что военные в танке были пены. ВСУ в месяц теряют до 50 тысяч военных. Путин озвучил официальные данные о потерях и пленных. Владимир Путин на встрече с журналистами Международных информагентств заявил, что в украинском плену находится 1348 российских военных, а в российском 6465 солдат ВСУ. Он также утверждает, что ВСУ в месяц теряют до 50 тысяч военных, что по его оценке включают как безвозвратные, так и санитарные потери. А администрация США настаивает, чтобы порог призывного возраста снижался до 18. Владислав Малахов, отправленный под арест за акцию с плакатом «Место Путина в тюрьме у Словецкого камня» рассказал подробности избиения ОМОНом. По словам задержанного, в автозаке сотрудники потребовали у него разблокировать телефон, угрожая электрошокером. После разблокировки они скачали его содержимое и отформатировали его. В отделе мужчине вернули пустой телефон, но позже снова его отобрали без оформления протокола об изъятии. Ночью к задержанному приезжала скорая, которая обнаружила у него травмы на голове и спине, но не выдав никаких справок, посоветовала пострадавшему обратиться в травпункт. Задержанного члена партии «Рассвет» увезли во Владивосток. С ним нет связи почти сутки. Активиста из находки Василия Гореликова, задержанного ранее после обыска у него дома, увезли во Владивосток, сообщает местный штаб Бориса Надеждина. В марте Гореликова отправили на пять суток в спецприемник из-за того, что во время президентских выборов он якобы хотел залить зеленкой бюллетени, а потом оказал сопротивление при задержании. В Ереване протестующие пытались добиться встречи с омбудсменом Армении. Сторонники архиепископа Баграта Галстаняна пикетировали офис защитника прав человека Армении. С каждым днём число участвующих в протестах снижается. В этот раз на акцию собралось около 150 человек. В Тбилиси возле парламента Грузии снова протестуют против закона об иностранных агентах. Акция организована молодежным движением «Дофиони». На митинге присутствовали журналисты из белорусского телеканала ОНТ. Протестующие высказали им претензии по поводу пропаганды, которую они транслируют. Защита и близкие Анны Бажутовой поражены строгостью вынесенного ей приговора. Приговор очень суровый получается. Исходя из степени тяжести из-за того, что это больше недоразумения, рассчитывали на более мягкий приговор. Оценил адвокат Андрей Неврев решение суда отправить блогер Шуанну Бажутову на 5 лет и 6 месяцев в колонию. Суд не удовлетворил иску журналистки Антонины Фаворской по обжалованию запрета свиданий. Следователь Розинников ходатайствовал о прекращении производства по делу, так как заявление было пересмотрено, а свидания и телефонные разговоры предоставлены. Антонина Фаворская рассказала, что за месяц ей было предоставлено 4 свидания. Следствие отстранило адвоката нашей журналистки Антонины Фаворской от дела из-за допроса пятилетней давности. Поводом послужил тот факт, что адвокат Фёдор Сирош ранее присутствовал в качестве защитника на допросе юриста команды Навального Евгения Замятина по делу ФБК в 2019 году, что следствие посчитало конфликтом интересов. Об этом сообщает издание Медиазона со ссылкой на самого Сироша. Верховный суд отклонил кассационную жалобу на приговор социолога Бориса Кагарлицкого, осужденного на 5 лет колонии за призывы к терроризму. В кассационной жалобе адвокаты указывали на то, что Кагарлицкий до рассмотрения апелляционного дела оплатил штраф в 600 тысяч рублей, который ему назначил суд первой инстанции, а также назначенный ему штраф из-за инагентства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова